Походом, организованным урарским государством для укрепления своей власти в регионе, помешали тюркские племена, носители ходжалы-гидобейской культуры, обосновавшиеся в западном Азербайджане. Об этом свидетельствуют урарские каменные надписи. Следы великой тюркской культуры и сегодня находят при раскопках в западном регионе Азербайджана. Образцы, найденные в Таватепе, позволят точно определить личность, образ жизни, верование и обычаи народов, населявших Кавказ. Почему именно Таватепе? Место пересечения Большого и Малого Кавказа. Этот холм, расположенный на границе крупных яйлагов и мест зимовок, имеет не только военно-стратегическое, но и сакральное значение. В период существования курарасской культуры ее носители были очень плотно расселены в Азербайджане и на Южном Кавказе. Изучены десятки, а возможны сотни памятников. Разумеется, изучались и места проживания, и погребальные обычаи. Но уже в эпоху средней бронзы, начиная со второго тысячелетия до нашей эры, примерно до 1500 года до нашей эры, то есть до конца бронзового и раннего железного веков, в течение этих 500 лет на территории Азербайджана наблюдается пробел. То есть количество памятников того периода, изученных сегодня, можно пересчитать по пальцам. Конечно, это показатель того, что здесь в течение этих 500 лет не было подходящих условий для скотоводства. Природно-географические и палеоэкологические условия не позволяли поддерживать, развивать и продолжать хозяйство на этих территориях. Поэтому, возможно, они стали мигрировать дальше на север, может быть, на Дальний Восток или Балтайский край. Видимо, из-за нехватки кормов для скота и трудностей с ведением хозяйства племена покинули эти территории. Поэтому здесь мы встречаем их одиночные жилища и одиночные могильные памятники. То есть они могли продвинуться дальше на север, на восток и на Дальний Восток. Например, они могли достичь Сибири. И, конечно, по мере потепления здесь условия могли стать более благоприятными, и через 500 лет может начаться обратный процесс. Существуют различные гипотезы. Например, в иранской литературе появляются разные идеи, будто это связано с приходом ариев из Индии в позднем бронзовом, раннем железном веках и так далее. Это, конечно, их версии. Но до их прихода тут уже были образцы керамики той формы и того типа, которые, как они утверждают, принесли они. Так что это ошибочная идеология. Конечно, возвращение тех же племен, которые изменились в той или иной форме, может произойти и через 500 лет. Этот процесс происходил постоянно, тем более, если это были кочевники-скотоводы. При изменении окружающей среды, при изменении условий там и когда климат здешних мест становится более подходящим, может произойти возвращение. И, конечно, сегодня в этих местах нами зафиксированы сотни поселений и сотни могильных памятников, существовавших еще в 1600-1500 годах до нашей эры. Но существует еще тысячи незафиксированных, неизвестных нам памятников, то есть их бесчисленное количество. Наблюдается плотное заселение и в последующие периоды, о которых говорится в нашей письменной литературе. Например, во время Великого переселения тульков, Великого переселения гуннов. Этот процесс продолжался постоянно. С этой точки зрения, конечно, это наши первые рассуждения. Как я уже сказал, это большая тема для генетических исследований. Сегодня мы уже начали закладывать основы для этого. Образцы человеческих костей, относящихся к периоду от энеолита и до Средневековья, найденные в результате наших исследований в Азербайджане, сейчас проходит анализ ДНК в университете Хаджи Тепе в Турции. В Азербайджане пока такой анализ не проводился. Можно будет составить примерную картину за период от энеолита до Средневековья, охватывающего различные этапы на этой территории, чтобы узнать, насколько племена, люди, живущие здесь, генетически связаны друг с другом. После того, как эта база будет сформирована, можно будет составить общее мнение и представление. Пока таких анализов нет. У нас нет такой базы. После этого можно будет научно обосновать эти идеи, потому что результаты анализов будут выявлены. К настоящему времени, например, в результате наших исследований на территории Човдара, Дашкессанский район, относящийся к эпохе поздней бронзы и раннего железа, в некрополях эпохи поздней бронзы и раннего железа было обнаружено до 200 могильных памятников. Результаты этих исследований уже доступны. Надеемся, что к концу года все исследования будут завершены. Эти исследования показали, что люди, жившие здесь, генетически связаны с кавказскими народами. Конечно, большой интерес для нас сегодня будут представлять образцы, относящиеся к средневековью, которые близки к нашим современным народам. Я думаю, что у нас будет прекрасная возможность предоставить обширную информацию об этом и обеспечить широкую базу для научных рассуждений. Эти исследования проводятся не на основании костной структуры человеческого черепа. Это исключительно анализ ДНК. Анализируются геномы, взятые из костей. На основе этих геномов ДНК исследуется генетическая связь, потому что форма человеческого черепа — это область, которая больше изучалась в советское время. Можно сказать, что выявление и изучение генетических связей по форме черепа — это метод, который в наши дни уже используется редко. Сейчас это уже делают с помощью полного генетического анализа ДНК. Мы начали предварительные исследования с итальянцами с Центром Древних Средиземноморских и Ближневосточных исследований — Камнес, находящимся во Флоренции. Нашими основными исследованиями были курганы раннего Кура-Арасского периода, которые имеют форму склепов — Сердап. Позже сюда присоединился университет Катании. Вместе с Институтом археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана исследования проводили три института. Хотелось бы отметиться руководителя археологических исследований профессора Никола Ланери с итальянской стороны и доктора Стефано Валентини из Камнес. После изучения курганной культуры мы задумались о проведении исследований в населенных пунктах, потому что больше информации об экономической жизни, быте, социальном статусе людей того периода, о том, что они ели, что пили и так далее, можно получить из населенных пунктов. Памятник Таватапе был известен науке ранее, с 2005 года, во время строительства трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Трубопровод проходил на расстоянии нескольких сотен метров от жилого массива Таватапе. Параллельно с исследованиями мы изучали местность. Наджаб Мусей Блит тоже отметил, что такой памятник существует, и в научных изданиях опубликовал тезис о том, что здешние наземные материалы слишком богаты. И таким образом в науку и в археологическую литературу вошла статья «Информация о наземных материалах». Позже, в 2007 году, мы провели наземные исследования в этом районе вместе с другой международной экспедицией под руководством Туфана Ахундова. Это была совместная азербайджано-французская археологическая экспедиция. Там тоже большое внимание было уделено наземным материалам. Ахундов опубликовал об этом статью. Однако до сих пор на этой территории не проводились археологические раскопки. Мы лишь предоставили некоторую предварительную информацию, основанную на наземных материалах. Материалов, конечно, много, особенно в виде изделий – кастрюль, казан и сковород – тава. Отсюда и пошло название этого холма. Люди, пашшие здесь животных или занимавшиеся сельским хозяйством, находили здесь много горшков и котлов, и давали этим местам такие названия, как Тавактепе и Таватепе. Мы тоже использовали это название и решили, что будем проводить исследования в Таватепе, потому что тут наземные материалы слишком богаты. Таватепе находится в очень стратегически важном месте. Это место, где Большой и Малый Кавказ близко расположены друг к другу. Оно находится примерно в среднем бассейне реки Кура, и это место, где Яйлаги и Гошлаги близко расположены друг к другу, как в сторону Большого, так и в сторону Малого Кавказа. Кроме того, это было стратегически важное место. Учитывая, что в то время в этом регионе Азербайджана уже начали обостряться милитаристские отношения, а социальное неравенство довольно сильно возросло, борьба за земли обострилась, и наиболее подходящим для переправы местом могло стать именно это, через эти горы. Для примера приведу один факт. Как известно, Урарту было очень сильным государством, но они не смогли перебраться в Азербайджан, потому что существовавшие здесь могучие племена, присущие ходжалы-гетабекской культуре, отрезали им путь в горы Малого Кавказа и заставили вернуться назад. С этой точки зрения Таватепе было наиболее подходящим, возможно, как перевалочный пункт, как стратегически удобное место и как низменное место. Оттуда можно было легко переместиться на юг, север или восток Южного Кавказа. В этом смысле Таватепе также имеет стратегическое значение. А если утечить, что эти племена занимались скотоводством, то близость зоны летних и зимних пастбищ также делает это место очень важным в стратегическом плане. Таватепе также является самой высокой точкой на этой равнинной территории. Оно находится на высоте 1500 метров над уровнем реки Кура. Из него открывается широкий вид на средний бассейн реки Куры. Если даже холм сам по себе невысокий, но на равнинной территории он достаточно высок и со всех сторон окружен крутыми впадинами. Это своего рода естественная защита. И с этой точки зрения, конечно, выбрали это место. Вот почему мы и начали здесь раскопки. Предварительные исследования мы провели в 2018 году, а затем в 2019 провели предварительные раскопки. Правда, первоначальные раскопки были не очень удовлетворительными. Потому мы начали инспекционные работы в нескольких местах. На стороне, откуда мы вели раскопки, мы увидели, что никакого строения там нет. Там мы быстро добрались до естественного грунта. Но, тем не менее, мы не остановились. Раскопки продолжались и в других местах. Ведь одна из самых важных находок в месте проживания — остатки построек того периода. Какие же остатки построек там были? Поскольку жители, как мы уже говорили, были кочевниками, найти здесь фундаментальные постройки очень сложно. Особенно если учесть, что из-за природных условий того времени они больше жили в Яйлагах. Ведь исследования показывают, что при сравнении поселений и могильных памятников в Высокогорье и наравнении в эпоху поздней бронзы, раннего железа, разница составляет примерно один к трём. В Высокогорье поселений больше. Здесь много циклопических сооружений, относящихся к этому периоду. Например, на территории села Хошбулах на расстоянии 500 и 1000 метров друг от друга находятся 10 циклопических сооружений. Это наиболее изученная территория в связи со строительством плотины. И ещё на территориях Амирь, Ахмедли и множество других территорий. Количество некрополей просто немыслимо. Настолько, что на этой территории даже нет пустого места. Но при наблюдении за равнинной местностью соотношение не такое. С этой точки зрения получается, что люди пребывали и жили на равнинной местности только в чрезвычайно холодные три месяца. Именно поэтому здесь не встречаются фундаментальные каменные сооружения. Обычно встречаются постройки из тростника, лёгкие конструкции из дерева, внутри и снаружи отделанные глиной, смешанной соломой. И в исследованных колодцах были найдены образцы остатков таких сооружений. Субтитры создавал DimaTorzok